Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаю работать с текстами летописи. Сегодня я вам расскажу о крещении князя Владимира, о крещении Святой Руси, поскольку это два взаимосвязанных события. Помимо этого, параллельно произошло его венчание с царевной Анной, которая полюбилась ему. И, конечно же, изначально я вам рассказывала о том, что он определился с вероисповеданием. Для этого отправил гонцов во все части света и полюбилась им вера христианской. Тогда он задумал крестить Святую Русь. Истоки православного христианства исходят из Царьграда, из Великой Византии. И он отправился именно в этот святой город для того, чтобы сосватать себе невесту Анну. Вот как описывают этот текст и летописи. Владимир замыслил о вере христианской. Он же вошел в град и послал к царям цареградским, к Константину и Василию, прося их за их сестру Анну. Они же послали к нему. А еще не крестился, то не дамы. Итак, когда он зашел в Царьград, то сразу отправил послов засватать царицу Анну или царевну Анну. И обратился к царям цареградским, к ее братьям Константину и Василию. Они же ответили ему. Еще не крестился, поэтому не отдадим. Ответ был следующим. Есть мне любая вера ваша. А еще пришлите сестру вашу ко мне. Да крещусь я. Мила мне вера ваша. Присылайте сестру вашу ко мне. Крещусь я. И повели его креститься. Крестился же в Корсане, в церкви святого Якова на Тарку. При крещении взял за себя Анну. Откровенно вам скажу. Великий князь не скромничал и, уходя из Царьграда, взял с собой мощи святого Климента Ефиева, ученика его, и Настаса Корсунянина, брал с собой, и просвитеров, и сановников, и пошел к Киеву. Также взял сосуды церковные и иконы. Придя в Киев, идолов поскидывал в воду, а людей крестили. И повел младенцев к грамоте учить. Вот так вот параллельно произошло большое количество событий, благодаря которым была крещена Святая Русь. В лето следующего года, то есть в лето 497-го, он создал первую каменную церковь Святого Георгия. Затем в земле Суздальской заложил Владимир на князьми и поставил деревянную церковь Святой Троицы. И все люди крестились. И крестил всю землю русскую. На этом все. Все вам доброго. До следующих встреч. Я думаю, что мы еще с вами поговорим на эту тему, так как у нас есть в наличии другие летописи. Я думаю, что вам будет интересен этот материал. Всего вам доброго. До следующих встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...